Иван Миронов Иван Миронов Ненадолго задержатся в их Милой тихой компании Выпивохи здесь не уживались Хочешь пить, не просыхая Иди в сантехнике А на кладбище нужны крепкие руки И крепкий разум Так говорил Сергей Валентинович 20 лет назад молодому Артуру Клементьеву И Джорджич Четко усвоил это Несложное правило Крепкие руки и крепкий разум Холмик на могиле Помершей старушке Последний из клиентов Получился что надо Четкие линии Одинаковая высота в голове и в ногах Все должно быть красиво Когда провожаешь человека Артур Георгиевич это понимал Он всегда был последним Кто делал что-то для умирающего Так почему бы не делать это Как положено Джорджич закинул лопату на плечо Собираюсь уходить Но вдруг заметил Как в оставшемся на траве Свежем грунте Что-то мелькнуло Монеты что ли Задумчиво пробормотал он Джорджич присел на корточки И смахнул с находки землю Солнце отразилось в предмете И больно полоснуло по глазам Могильщик зажмурился За закрытыми веками Остался темно-зеленый свет Джорджич развернулся Прикрыв предмет от солнца Собственной тенью Потом посмотрел на то Что находилось на ладони Он резко втянул в себя воздух А вот выдохнуть у него не получилось Боже мой Колоколом зазвенело в голове Это оказался изумруд Размером с теннисный шарик Внутри камня Происходило странное движение Маленькие светящиеся точки Похожие на светлячков Хаотично перемещались внутри камня Создавая непонятные В то же время нереально красивый танец Они освещали то один уголок изумруда То другой Делая неуловимые повороты Джорджич завороженно следил за точками Не в силах вымолвить ни слова В какой-то момент он понял Что движения перестали быть Бессистемными Маленькие светлячки Один за другим Стали собираться в картинку Поначалу образ расплывался Но через секунду он сложился Копач вздрогнул На него осмотрели два глаза Сотканных из десятка светящихся точек Но Джорджича напугало другое В зрачках светился разум И ненависть Лютая ненависть Могильщик понимал Что видеть в маленьком камне Это невозможно Но он чувствовал Всеми фибрами своей души Что изумруд его ненавидит Точки вновь задвигались На этот раз они выстроились В спираль Которая беспрестанно вращалась Один за другим Светлячки Стали приближаться к Джорджичу Казалось Что они уже достигли стенки камня Но приближение продолжалось Точки становились все больше и больше И могильщику уже казалось Что они переросли камень В глазах не осталось ничего Кроме выжигающего света А потом появились картинки Женщина ударяет маленького мальчика По щеке так Что ребенок отлетает в сторону Мужчина методично пинает Корчащееся на земле женское тело Девочка 12 лет Кладет подушку на голову Спящего 60-летнего мужичка И начинает силой давить Женщины, мужчины, старики, дети Калейдоскоп ненавидящих лиц Похожие на мелькание светлячков То сливался в одно целое То вновь распадался То сливался, то распадался Сливался, распадался Артур Георгиевич Открыл глаза Он обнаружил, что лежит на земле Возле могилы Небо над ним начинало темнеть Оставив только одну Невыносимую яркую Огненную рыжую полосу У горизонта Могильщик встал И тут же покачнулся В глазах поплыло Похоже, что он Пролежал минимум час Джорджич оглянулся И увидел лежащую Позади него Совковую лопату Кромка была испачкана красным Он провел правой рукой По затылку И посмотрел на ладонь Кровь Грязь и кровь Видимо, он рухнул в обморок И ударился головой об железо Что тут произошло? Слабым голосом Спросил он воздух Левая ладонь немилосердно ныла Джорджич поднял кисть На уровень глаз И разжал пальцы На ладони Как ни в чем не бывало Лежал изумруд В голове могильщика Моментально всплыли Воспоминания о находке И об ужасных видениях Черт тебя побери Пробормотал он И поднес изумруд Ближе к глазам Теперь внутри камень Казался темным И безжизненным Обычным Вот так обычный Ухмыльнулся Джорджич Интересно Сколько он сможет Заработать на этом Обычном камне Он положил камень В нагрудный карман Поднял лопату И двинулся В сторону дома Маленький домик На краю кладбища Больше походил На слегка разросшийся сарай Чем на жилище Снаружи Вдоль павильонной стены Тянулась огромная трещина Начинавшаяся от земли И уходившая под скат крыши Артур Георгиевич Давно мечтал Замазать это безобразие Но хотя он и был Человеком трудолюбивым Всегда находились отговорки В конце концов Кто будет оценивать его труд В этот домик Уже года три Не ступала нога человека Не считая его самого А второму жильцу Хромому И бесхвостому коту Барсику Прекрасно жилось И с трещиной Джорджич Откинул щеколду И вошел в маленький дворик По левую руку Около ворот Стоял старый жигуленок Покрытый пятнами ржавчины Из-под переднего колеса Поблескивало свежее масляное пятно Темно-синяя четверка Очень органично Вписывалась В общий интерьер Запущенности Единственное Что выглядело здесь Чужеродным элементом Маленький полисадник По правую руку Квадрат два на два Выглядел так Словно Господь Спустился с небес Увидел творящиеся безобразия И решил одарить это место Своей благодатью Розовые кусты Перемежались с белыми Желтыми Красными Хризантемами Бутоны роз Словно тянулись С зеленого олимпа К своим не столь Благородным собратьям Говоря Мы помним о вас А хризантемы Раскрывали объятья Пушистых лепестков Готовясь страстно Обнять величественных соседей Джорджи с часами Мог заниматься цветами Сажал Полол Поливал Здесь он забывал Обо всем Выбрасывал из головы Все посторонние мысли И сосредотачивался Лишь на одном Довести маленький участок Края До совершенства И это у него Получалось Почтальонша Людмила Петровна Жутко боявшаяся Кладбищ Постоянно Задерживалась Возле Полисадника При этом Ее лицо Приобретало Грустное выражение Джорджич знал О чем Она в такие моменты Думала О своей Давно исчезнувшей Молодости И упущенных Возможностях О былой красоте И подкрадывающейся Смерти Могильщик знал Потому что Об этом Думал он сам Местный священник Отец Андрей Иногда Мягко подшучивал Что с такой Оранжереей Можно открывать Свой бизнес Который По известным причинам Имел бы успех В таком месте Джорджич В ответ Улыбался Неопределенной Улыбкой Не желая Развивать тему Отец Андрей Не знал Что Артур Георгиевич Ранними утрами Приходил на могилы Выкопанные им Накануне И оставлял цветы Женщинам и детям По розе Мужчинам По хризантеме Часы на стене Показывали полдесятого Завтра нужно было Рано вставать Поэтому Джорджич Наспех умылся Разделся И лег на кровать Затем Потянулся К одежде В свете Небольшого светильника Ярко блеснул Изумруд Но заметил Могильщик Про себя Не тем блеском Который он Наблюдал изначально Светлячки Исчезли И слава богу Подумал Джорджич Слишком уж Его напугало То что Произошло с ним На кладбище Хотя может быть Сказалось Переутомление И все это Привиделось Последние дни Выдались напряженные Много умерших Много работы На завтра Понадобятся силы Поэтому Стоило бы Хорошенько Выспаться Поспать Будильник Разбудил Артура Георгиевича В половине пятого На улице Стояла Непроглядная Тьма Могильщик Чувствовал себя Уставшим И разбитым Но несмотря на это Через 20 минут Он вышел Из дома Держа в руках Фонарь И направился К полисаднику Срезал две розы И одну Хризантему Последней могилой Оказалась та Где лежала старушка То место Где он нашел Изумруд У могильного холмика Неподвижно Стояла женщина В предрассветных Сумерках Она походила На гипсовую Скульптуру Женщина подняла Глаза Но неторопливо Приближающегося Человека И вскрикнула Не волнуйтесь Я местный работник Джорджич Решил не сообщать О том Что он могильщик Женщина и так Выглядела Достаточно испуганной Р-р-р Да Успокаивающе Проговорил Артур Георгиевич Работник А что вы здесь делаете? Разбираться Как она попала ночью На обнесенное Забором кладбище Копач не стал Если она здесь Значит на то были Веские причины Я Я Я Женщина глубоко Вдохнула И выдохнула Здесь Похоронена Моя мама Но ведь Панихида Прошла вчера Вечером Да знаю Я знаю Взволнованно Сказала она Я Не успела Такое ощущение Что к несчастной Старушке Не успели все Вчера Возле дешевого Гроба Стояли только Работники Кладбища Естественно Огорчать женщину Подобными Заявлениями Артур Георгиевич Не собирался Я узнал о ее смерти Только сегодня То есть Вчера с утра Видите ли Мы с ней Не виделись Последние Года три Ночная посетительница Тихо заплакала Иногда она мне Звонила И жаловалась Говорила Что все соседи От нее Отвернулись Что никто с ней Не разговаривает Странно Она же Такая Женщина вздохнула Была такой Милой старушкой Всем всегда Желала только Добра Джорджич Молча слушал Сейчас Женщине Нужны были Не советы И бессмысленные Ласковые слова А внимательный И понимающий Слушатель А Артур Георгиевич Умел слушать Мне позвонили Из администрации Все соседи И Светлана Прокофьевна И Елена Ивановна И даже Венедикт Тимофеевич Все знали Мой номер И никто из них Не сообщил мне Почему За что Они так Ее Не взлюбили Джорджич Приобнял Женщину За плечи Та уткнулась В грудь Мужчине И разрыдалась Окончательно Господи Ну почему Случаются Такие вещи Подумал Могильщик Ощущая Легкую дрожь Содрогающейся В роданиях Несчастной Женщины Которая Не понимала Почему Ее мать Так возненавидели Как бы хотелось Чтобы ее горе Прошло Внезапно Правую сторону Ноги Могильщика Словно Обожгло Огнем Не больно Но чувствительно Тут же Джорджич Почувствовал Что женщина Остранилась От него Он взглянул На нее На щеках Оставались Слезы Но в глазах Светилось Спокойствие И Радость Изумленно Подумал он Метаморфоза Произошла Буквально За секунду Женщина Ясными глазами Посмотрела На Артура Георгиевича И улыбнулась Ну теперь Мама В лучшем мире Там Где все Будут ее Любить И уважать Зачем Расстраиваться И Рассмеялась Могильщик Распахнул Глаза Смех Казался Добрым И искренним Как такое Могло Произойти Куда Делось То Неподдельное Горе На лице Что Произошло Извините Что я На вас Все это Вывалило Произнесла С улыбкой Дама Накипела И спасибо Что выслушали У меня К вам Еще одна Просьба Артур Георгиевич Все Таращился На нее Хоть и понимал Что выглядит Глупо Вы Вы Сказали Что Здесь Работаете Значит Знаком Со Сторожем Джорджич Кивнул Значит Вы Сможете Безболезненно Провести Меня Через Выход А то Честно Говоря Лезть Через Ограду Было Очень Неудобно Он Снова Кивнул Ну Вот Замечательно Звонко Рассмеялась Странная Женщина Сторож Глуповатый Молодой Пайрень По имени Стас Проводил Взглядом Женщину И безобразно Ухмыльнулся Джорджич Ты че Это баб Теперь По ночам Сюда водишь А? И заржал При этом Изо рта Во все стороны Полетели Слюни Старь Конь Борозды Не испортит Да? Черт Но почему Сегодня Его смена Стасик Ты еще Молод и Глуп Посему Ты выгодней Смотришься Когда молчишь Сторож Замер Джорджи Чувствовал Как крутятся Ржавые Шестеренки В этой Недалекой Голове Стараясь Постичь Смысл Сказанного Эх Прибавить бы Тебе Немного Мозгов Глядишь Толковый Парень Б вышел Правую Ногу Снова Обожгло Могильщик Рефлекторно Дотронулся До больного Места И наткнулся На что-то Твердое Засунув руку В карман Джорджич Нащупал Предмет Камень Изумруд Оказался Достаточно Горячим Но буквально Через пару Секунд Остыл Артур Георгиевич Задумчиво Поднял Взгляд Настасика И ошеломленно Замер Глупое Выражение Никогда Не покидающее Лица Сторожа Пропало На могильщика Отдохну Сегодня Капач Развернулся И пошел Снова Вглубь Кладбища Витек Появился Через полтора Часа Джорджич Сказался Больным И двинулся В направлении Дома Драгоценный Камень Всю дорогу Так и лежал В кармане Штанов Дома Могильщик Сел За обеденный Столб И положил Изумруд Перед собой В комнате Царил Полумрак Но камень Излучал Легкое Свечение Джорджич Взял его В руки И пригляделся Две маленькие Точки Хаотично Метались Внутри Сердце Бешено Заколотилось Происходило Что-то Сверх Естественное И мужчина Не мог понять Что именно Сначала Странная Женщина Внезапно Повеселевшая Затем Стасик Неожиданно Проявивший Такт И зачатки Интеллекта Что между Ними Общего Плачущая В сказке Какой На самом деле Такого не бывает Изумруд Мягко Светился Джорджич Начал Озираться По сторонам В поисках Подходящего Материала Для подтверждения Или опровержения Своей безумной Теории Он чувствовал Себя Глуп Но не мог Не проверить Догадку На глаза Попалась Паутина В углу Комнаты В ловушку Паука Попала Маленькая Муха Она дергала Единственным Свободным Крылышком И тихо Жужжала Джорджич Подошел Ближе Ну что ж Пойдем Я Я хочу Чтобы Муха Освободилась Господи Глупость Какая Подумал он Когда ничего Не произошло И повернулся К столу Внезапно Жужжание У правого уха Заставило Его Обернуться Паутина Была Пуста Точнее Не совсем Пуста На нее Заползал Паучок Но вот Мухи Там не оказалось Муха Летала Вокруг Головы И жужжала Нет Это Совпадение Просто Совпадение Произнес Он Вслух И застыл На месте Камень На столе Светился Чуть Ярче Джорджич Подошел И попытался Взять Изумруд Но тут же Отдернул Руку Горячий Могильщик Сел На стул Внезапно Лишившись Сил Он Только что Произнес Желание И оно Сбылось Как в сказке Через минуту Очень долгую Минуту Он Снова Обрел Возможность Двигаться Камень На ощупь Оказался Прохладным Словно И не Нагревался Вовсе А внутри Третий Светлячок Ввязался В бессмысленный Танец Артур Георгиевич Поднял Глаза На муху Ему В голову Пришла Еще одна Мысль И он Не Применул Ее Проверить Хочу Чтобы Муха Вновь Оказалась В паутине Он Повернулся К паучьей Ловушке Паучок Проворно Перебирался С одного Края В противоположный Но жертва В центре Паутины Не появлялась А изумруд Не стал Светить Ярче Джорджич Пригляделся Три Светлячка Внутри На всякий Случай Он Решил Проверить Еще Раз Хочу Чтобы У паука Не стало Лапок Артур Георгиевич Никогда Не отличался Плохим Отношением К животным И насекомым Но Не проверить Он Не мог Он Бросил Взгляд На паутину Паук Все Так же Приспокойно Путешествовал По своей Вотчине Посмотрел На камень Изменений Никаких Отлично По крайней Мере Теперь Ясно Что беды Я не натворю Уже Облегчение Опыт Продолжался Теперь Джорджич Решил Выяснить Сможет ли Он Получить Пользу От камня Лично Заказав Себе Новый Телевизор Он Возрился На Изумруд Точек Внутри Не прибавилось Заметив Движение За окном Могильщик Посмотрел Во двор Людмила Петровна Подошла К калитке И стала Ее Отпирать Получалось У нее Это Чрезвычайно Плохо Она Уже Не раз Просила Джорджича Чтобы Тот Починил Засов Артур Георгиевич Обещал Это сделать Как Подвернется Нужный Момент Но Позже Совершенно Забыл Про Обещание И Занимался Исключительно Цветами Наконец Разобравшись С калиткой Людмила Петровна Вошла Во двор И Как обычно Забыв Донести Почту До ящика Висевшего На входной Двери Замерла У полисадника За занавеской Джорджича Было Не видно И он Позволил Себе С минуту Понаблюдать За лицом Почтальонши Потом Встал Из-за Стола И Открыл Дверь Камень Вернулся На свое Место В правом Кармане Штанов Доброе утро Людмила Петровна Воскликнул Он Женщина Всегда Отвечала Одинаково Здравствуйте Артур Георгиевич Хотя Друг для Друга Они были Просто Люда И Джорджич Почтальонша Обернулась Здравствуйте И Осеклась Могильщик Заметил Как при Взгляде На него Изменилось Лицо Людмилы Петровны Словно Она увидела Скользкого Слизняка Он Моргнул Нет Видимо Показалось Никакого Омерзения В глазах Но По какой-то Причине Люда Чувствовала Себя Неуютно Она Добромотала Традиционное Приветствие Потупила Взгляд Протянула Газету И Как только Джорджич Взял Аргументы Спешно Двинулась К калитке Не оборачиваясь При этом Казалось Что Она Еле Сдерживается Чтобы Не побежать Артур Георгиевич В недоумении Смотрел Вслед Людмиле Петровне Что Могло Произойти Как Он Мог Исправить Ситуацию Тем Более Что Возможность У него Была Георгиевич Георгиевич Все 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 Недоумевая Вернулся Домой Бросил Газету На стол И Позвал Барсика Последний Не Отозвался Странно Обычно Кот Постоянно Вился Вокруг Него Когда Он Появлялся Дома На кухне Без Хвостого Соседа Не Оказалось Перейдя В маленькую Спаленку Отделенной От кухни Только Пустым Проемом Артур Георгиевич Присел На пол И Заглянул Под кровать Из полумрака На него Смотрело Два Зеленых Глаза Барсик Барсик Ис-кас-кас-кас-кас Джорджич Протянул Руку Чтобы Взять Животное У могильщика Появилась Одна Идея Насчет Искалеченного Четвероногого Друга Внезапно Раздалось Резкое Шипение И пальцы Пронзила Острая боль Мужчина Отдернул Руку На среднем и безымянным пальцах на глазах появились красные дорожки. От основания к кончикам. Капельки крови стали набухать у ногтевых лунок. Джорджич перевел взгляд на кровать и только успел заметить, как кот промелькнул мимо, убегая на кухню. — Черт! Что с ним такое? Никогда он так не делал! — удивленно подумал Артур Георгиевич. То, что он собирался сделать с Барсиком, не требовало присутствия последнего. — Хочу, чтобы мой кот перестал хромать, и у него появился хвост! — пожелал Джорджич. Ногу вновь обожгло нагревшимся изумрудом. Это означало не только то, что у сидящего на кухне Барсика исправились все дефекты, но и то, что могильщик мог загадывать желание мысленно. На кухне его ожидало странное зрелище. Посередине комнаты кот крутился вихрем в попытке поймать свой новый обретенный хвост. Животное ловко перебирало своими лапками, от хромоты не осталось ни следа. Могильщик улыбнулся. — Наверное, с хвостом я поторопился. Люди могут заметить. — рассеянно подумал он, глядя на торжествующую зверушку. — Хотя какие люди? Людка, отец Андрей, очередей у моего дома явно не бывает. А тот, кто приходит, дальше цветов не заглядывает. — тут же заключил он. Кроме того, обратно вернуть обрубок вместо хвоста он уже не мог. — Барсик! — позвал Джорджич, все еще улыбаясь. Кот остановился и посмотрел на хозяина, и тут же прижался к земле. Шерсть моментально встала дымом, и с пасти донеслось шипение, постепенно переходящее в негромкий вой. Улыбка исчезла с лица капача. Он в непонимании уставился на разъяренного Барсика. Зеленые глаза, не отрываясь, следили за ним. У кота был вид льва-убийцы, вот-вот готового броситься на беспомощную газель и растерзать беднягу. По какой-то причине в животное вселился бес, и оно перестало признавать хозяина. Мало того, оно возненавидело хозяина. Джорджич отвел взгляд о кошачьих зрачков и сделал шаг вперед. Кот подпрыгнул с диким на полметра вверх и рванул к выходу. Кусок резины, прикрывающий кошачий лаз, два раза колыхнулся и застыл. Артур Георгиевич не мог заснуть до двух часов ночи, ворочаясь сбоку на бок. В голове беспрестанно крутились образы. Людмила Петровна, с омерзением смотрящая на него, кот, шипящий и сверкающий глазами, женщина, стоящая возле могилы, постепенно Джорджич погрузился в тревожную дрему. А в голове продолжали крутиться образы. То разъединяясь, то собираясь в дикую фантасмагорию линий и мыслей. Черты лиц превращались в грани, а глаза трансформировались в светлячков, которые начинали перемещаться. Сначала медленно, потом быстрее, быстрее. Могильщик даже услышал звук перемещающихся точек. Тихий гул, постепенно возрастающий до пронзительного звона. И... Он проснулся и выключил будильник. Собравшись силами, встал. Из зеркала него взглянуло невритое лицо с провалившимися глазами. Белки глаз пересекали кроваво-красные прожилки. Морщины на осунувшемся лице стали глубже. Сил идти на работу не было. Решив остаться дома, Джорджич поставил на плиту чайник. Затем подошел к старому, перемотанному клейкой лентой телефону и набрал номер. На той стороне провода ответили незамедлительно. Алло! Голос напарника Джорджича оказался на удивление бодрым в столь ранний час. А зная пристрастие Витька к алкоголю, подобная бодрость была вдвойне удивительна. Витек, привет! Артур Георгиевич с трудом узнал свой собственный голос. Я тут немного... Ты как себя чувствуешь, Джорджич? Что-то мне не нравится твой голос. Ага, я что-то совсем расклеился. Ты вот, Джорджич, взял быка за рога Витя. Давай, отлеживайся, я тут управлюсь. В конце концов, клиенты подождут. Ох уж этот однообразный могильный юмор! Устало подумал Артур Георгиевич. Он деланно ухмыльнулся бородатой шутке, поблагодарил напарника и положил трубку. После скудного завтрака Джорджич вернулся в постель. Вынул изумруд из штанов и принялся его разглядывать. Камень светился. Четыре точки исполняли свой танец. Какой секрет хранил этот камень? Откуда он взялся и почему достался именно могильщику? И в конце концов, почему все идет наперекосяк? Джорджич почувствовал мягкие объятия, подступающие дремы. Зажав в кулаке камень, он мысленно попросил. Хочу спокойно поспать без всяких снов. Но драгоценный исполнитель желаний остался глух. Артур Георгиевич проснулся около трех часов дня. Снился какой-то бессмысленный сон. Сюжет могильщику не запомнился, зато глубоко в память врезались ненавидящие глаза, сотканные из десятков светлячков. В голове сидела неожиданно возникшая мысль. Нужно сходить к отцу к Андрею. Не факт, что поможет, но хотя бы выслушает и успокоит. Отец Андрей частенько жаловался на нехватку денег. Муниципалитет не выделял средств на ремонт маленького храма и небогатые прихожане тоже ничем помочь не могли. Джорджич улыбнулся своей идеей и посмотрел на изумруд, выпавший во сне из рук на пол. Секунду ничего не происходило, а затем камень начал светиться. И очередной пятый светлячок присоединился к компании танцующих. Слева раздался вой. Джорджич приподнялся в постели и повернулся в сторону звука. И тут же ему в лицо вцепились острые когти. Могильщик закричал от боли, но крик заглушила заткнувшая рот туша кота Барсика. Животное ни на секунду не ослабляло хватку, уперев задние лапы в основание ключицы. Джорджич схватил кота за ребра и попытался оторвать его от лица. Стало еще больнее. Взвыв от боли и отчаяния, он принялся колотить взбесившегося зверя. Кулаками. Один, два, три удара. Раздался хруст, но Барсик все так же крепко держался когтями, издавая жуткий монотонный вой. Оставался один выход. Джорджич одной рукой взялся за основание шеи животного, а вторую положил на голову. Вой оборвался. Когти конвульсивно сжались и тут же спрятались. Безжизненная туша с неестественно вывернутой головой упала на простыню. Артур Георгиевич медленно отодвинулся от мертвого кота. Секунду глядел на него, а затем накрыл одеялом. Он не мог смотреть на своего питомца, которого 10 лет назад принес домой маленьким дрожащим комочком шерсти с уродливым обрубком вместо хвоста. Что же могло произойти с несчастным животным? Откуда взялась эта злость? Джорджич встал и нетвердой походкой пошел в ванную. Взглянув на себя в зеркало, он ужаснулся. От висков до скул с обеих сторон пошли глубокие борозды от кошачьих когтей. Кот своей тушей размазал кровь по всему лицу. Ключица и шея выглядели не лучше. Теперь останутся шрамы на всю жизнь. Да плевать! Перед кем красоваться? Обозлившись, решил Джорджич. Смыв кровь, он нашел пузырек перекиси водорода и принялся методично обрабатывать раны. Он не торопился. Через полчаса вышел из ванной и, сев на кровать, приподнял одеяло. Простыня под мертвой тушей пропиталась кровью. Джорджич решил, что большая часть крови была его. Кот лежал на боку, передние и задние лапы были вытянуты. Словно он все еще пытался дотянуться до хозяина. Мордочки животного могильщик не видел, только затылок с торчащими ушами и вывернутую шею. Отвернувшись, Джорджич пробормотал. Хочу, чтобы кот снова стал живым. Подождав секунду, он посмотрел на камень. Ничего не изменилось. А кот все так же, бесформенной кучей, лежал на кровати. Что ж, все равно придется сегодня поработать. Тихо вздохнул Джорджич. Еле перемещая ноги, он двинулся за инструментом. Потом, не раздумывая, подошел к цветам и воткнул штык в полуметре от палисадника. Копать нужно было немного. Но сегодняшняя могила показалась Джорджичу самой тяжелой. Соорудив аккуратную могилу, он посмотрел на цветы и после секундного колебания взял секатор и срезал с куста бутон розы. Положил на свежевскопанную землю, встал и решительно пошел к дому. Там он наскоро переоделся, взял изумруд и двинулся в город. Чуть в стороне от кладбищенских ворот курил Стасик. Он стоял спиной к дорожке, ведущей к выходу, поэтому могильщика не видел. Джорджич повернулся так, чтобы Стас не заметил отметины на его лице и громко произнес, стараясь вести себя, как обычно. «Стас, привет! Бросай уж курить! Мне лишняя работа не нужна!» Он ожидал ответной колкости от поумневшего сторожа, но не того, что произошло. Стас резко повернулся к Джорджичу и сказал «Если ты сейчас не сгинешь отсюда, я всажу тебе нож в голову, говнюк!» Он бросил сигарету и достал из кармана куртки складной нож-бабочку. Затем двинулся к Капачу. Даже на расстоянии Джорджич увидел перекошенное от злобы лицо. Он спиной стал продвигаться к воротам, постоянно держа в поле зрения Стаса. «Что с тобой, Стас? Что происходит? Вы что, все с ума посходили, что ли?» «Ты знаешь, скотина, в чем дело? Ты прекрасно все знаешь!» Нога Джорджича зацепилась за выступающий кусок плитки. На секунду он словно в нерешительности застыл, и тут же инерция бросила его на спину. Стас подошел к распростертому телу и, присев на одно колено, приставил нож к горлу могильщика. «Благодари своего боженьку, что я не хочу пачкать от тебя руки! Но если еще раз тебя увижу, то все же придется тебя подрихтовать!» Джорджич молча ждал, что произойдет дальше. В глазах Стаса читалась открытая всепоглощающая ненависть. «Боже, за что? За что он меня так ненавидит? Что ему сделал?» Тут же в голову пришла мысль обратиться за помощью не к Богу, а к лежащему в кармане камню. «Хочу, чтобы Стас перестал меня ненавидеть!» Еще до того, как он мысленно закончил свое желание, он уже понял, что результата не будет и не ошибся. Тем временем Стас встал, посмотрел сверху вниз на одного из немногих, кто не подшучивал над его убогостью и в сердцах плюнул на Джорджича. Сквозь зубы процедил. «Не хочу пачкать руки!» И пошел прочь. Могильщик проводил взглядом сторожа. «Черт, он же еле сдержался, чтобы не убить меня!» Джорджич вскочил на ноги. Нужно было срочно добраться до отца Андрея. На кладбище творилась какая-то дьявольщина. И сомневаться в сверхъестественной подоплеке всего этого сумасшествия не приходилось. В конце концов, за два дня он увидел достаточно чудес, как в сказке, но очень злой сказке. Выбежав с территории кладбища, Джорджич рванул вперед. Храм Иоанна Крестителя находился в паре километров от места вечного упокоения. На небольшой территории, огороженной старым кованым забором, работники храма умудрились разбить маленький огородик, который, однако же, обеспечивал их картошкой, морковью и другими овощами. Ровно посередине располагалось обветшалое здание храма. Тут и там из-за обвалившейся шпаклевки выглядывали грязно-красные кирпичи. Рядом находился столь же облезлый домик отца Андрея. Но все это осталось только в памяти Джорджича. В этот раз храм поразил его своим блеском. Свежие стены, новые окна, ярко-красная черепица, прекрасный сад вокруг, новый блестящий забор. Все это появилось здесь со вчерашнего дня. Унылый пейзаж вокруг стал еще более тоскливым на фоне обыкновенного храма Божьего. Артур Георгиевич замер на несколько секунд при виде чуда, совершенного исполнителем желаний. От созерцания его отвлек легкий хлопок по правую руку. Джорджич повернулся. У магазинчика продукты возникли две продавщицы, Лена и Маша, решившие сделать перекур. Они хихикали над чем-то, но только до тех пор, пока не увидели могильщика. Джорджич по привычке решил поприветствовать девчонок, но поднимающаяся рука замерла на полпути. На него глядели две пары ненабидящих глаз. Две, только что зажженные сигареты упали на землю. Девушки развернулись и тут же скрылись в помещении. Снова раздался хлопок. Закрылась тяжелая дубовая дверь магазина. Черт, да что же это такое? Воскликнул Джорджич в отчаянии, но повернувшись к храму, он все понял. Истина словно обухом ударила по голове. Его ненавидели из-за камня. Люди вокруг чуяли добро, исходящее от изумруда, и ненавидели его хозяина. И не только люди. В голове всплыли слова женщины, пришедшие на могилу матери. Говорила, что все соседи от нее отвернулись. Всем всегда желала только добра. Людмила Петровна, Стас, Кот Барсик, две девчонки. Они ненавидели его. Хотя, например, сторож должен был быть благодарен ему и все же ненавидел. Единственный, кто нормально отреагировал на него, это Витек. Возможно, если бы они встретились лицом к лицу, реакция изменилась. Открыв массивную дверь в храм, Джорджич осознал еще одну вещь. Священник ему не поможет. Потому что отец Андрей его ненавидел. Так же, как и все, кто видел его. Джорджич вошел. Привычного хлопка за спиной не произошло. Он обернулся. Доводчик медленно и аккуратно прикрывал дверь. Маленькое чудо от исполнителя желаний. Стараясь не шуметь, могильщик прошел притвор и вступил на новенький ковер, ведущий к иконостасу. Помещение церкви пустовало. Изнутри все блестело, словно здание открыли только сегодня. Маленькая лавочка, где лежали на продажу свечки, священные книги и иконы. Массивные медные подсвечники, аналои, иконы в киотах на стенах, иконостас в дальнем краю помещения, массивная люстра. Все несло на себе отпечаток новизны. Джорджич почувствовал свечной запах, который он так любил с детства. Изменения оказались разительными, но ощущение покоя никуда не пропало. Здесь он мог на несколько минут остаться наедине с самим собой. Джорджич подошел к иконе спасителя, установленной на омвоне, и упал на колени, закрыл глаза и стал молиться. Затем встал. Но душе полегчало, а в голове нарисовался план действий. Он должен был избавиться от этого исчадия ада, оставить его здесь. Только тогда прекратится это сумасшествие. Зайдя за икону, Джорджич присел. Здесь был небольшой участок пола, который никому не пришло бы в голову мыть. Сюда-то он и засунул камень. Артур Георгиевич встал в полный рост. Он все сделал правильно. Даже его немощное состояние стало проходить понемногу. Он облегченно улыбнулся и повернулся к выходу. Но тут удар в челюсть сбил его с ног. Секунду он ничего не видел, затем картинка прояснилась. Перед ним возвышался отец Андрей. Точнее, существо, пытавшееся изобразить священника. Потому что лицо Андрея не могло быть настолько искаженным ненавистью и омерзением. Рот, обрабленный жидкой бородкой, скалился, растягивая губы. Выпученные глаза блестели нездоровым блеском. Ноздри трепетали. В руках священник держал увесистое распятие. Удивительно, но на одной руке Иисуса блестела кровь. В том месте, где кисть пробил гвоздь. Джорджич дотронулся до левой щеки, которую нестерпимо жгло. И почувствовал, как пальцы с легким хлюпаньем погрузились во что-то вязкое. При этом голову прострелила дикая боль. Могильщик вскрикнул. На пальцах остались густые сгустки крови. Отец Андрей вздрогнул. Ненависть в глазах сменилась недоумением. Джорджич заговорил, с трудом разбирая, что издает его изуродованный рот. «Святой отец, это все камень, долбанный камень. Не поддавайся дьявольскому соблазму. Я же твой друг, Джорджич. Мы же с тобой. Во имя отца!» Распятие врезалось в то же место, выбивая на своем пути зубы. Лицо священника вновь полыхало ненавистью. «И сына!» Снова удар. Джорджичу почти не было больно. Он уплывал, а под водой все воспринимается иначе. Даже голос. Голос, произнесший «И святого духа!» И потом еще удар, совсем неощутимый. Виктор бросил последнюю лопату земли на свежую могилу и прихлопнул сверху. Джорджича, лежащего на глубине двух метров, похоронили быстро. Ни родственников, ни друзей, ни знакомых. Пришел только отец Андрей, да несколько работников кладбища, которые торопливо погрузили гроб в могилу. Все как обычно. Смарагд, упавший с головы хозяина, отвернул от старика всех. Виктор бросил лопату на землю и полез в карман. Оттуда он извлек изумруд, который Джорджич наивно пытался спрятать. Видимо, могильщик полагал, что от хозяина можно что-то утаить. Пригляделся. Бессмысленные добрые поступки. Заключенные в твердь Смарагда хаотично метались внутри. Вновь эти ничтожные точки сложились во всевидящий взор хозяина, полный справедливой очищающей ненависти. Вот и он, Джорджич, появился внутри. Его разбитое в клочья лицо, его единственный сохранившийся глаз и осколки черепа у пробитого виска. Рядом святоша с окровавленным распятием в руках и непониманием в глазах. А вот старуха Лариса Семеновна, скрюченная на полу возле кухонного стола. Рядом валяются осколки чашки, в которой был яд. Вот молодая мать Елена, бьющая наотмашь своего сынишку Петеньку. Она еще не знает, что у мальчик ударится головой о пол, что он умрет моментально. Вот еще и еще десятки, сотни, тысячи несчастных добродетелей, получивших сполна за свое бескорыстие. У хозяина было занимательное чувство юмора. Он любил смотреть, как божественный дар превращается в смертоубийство. Раз за разом, раз за разом. Наивная возня, пафосно именуемая борьбой добра со злом, закончилась, чтобы вновь начаться заново. Виктор решил далеко не ходить. Он повернулся к кладбищенской ограде, за которой начинались гаражи, размахнулся со всей силы, бросил сморагд. Камень найдут. Несомненно. Его всегда находили. Удивительно. Но всегда появлялись люди, желающие творить добро. Конец рассказа.